Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик ЕНС Гардышева-Галина. И если, например, по какой-то причине вам неудобно оказалось время проведения или вы не смогли досмотреть нашу встречу до конца, то вы можете позже вернуться на наш сайт. Мы выкладываем записи и вы можете посмотреть это все в удобное для вас время, ну и может быть найти еще какие-то заинтересующие вас материалы. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Сегодняшняя наша встреча будет построена таким образом. Мы будем смотреть нормативные материалы, так сказать, на слайдиках и будем с вами переключаться вот таким образом на демо-версию ERP. Обратите внимание, одна из последних версий. Я потом про это немножко подробнее скажу. Но мы будем переключаться и смотреть на, так сказать, на практике то, о чем говорили в теоретической части. Снова переключаемся на наши слайдики. И программу нашу, нашей встречи вы видите на экране. Мы поговорим про отчетность, которую сдаем валютный контроль. То есть какие изменения у нас произошли за шесть месяцев этого года. То есть какие изменения произошли не только в отчетности, но и в правилах работы с валютой, с деятельностью валютного контроля, поскольку, как вы знаете, у нас были достаточно серьезные ограничения по валютному контролю в связи с началом СВО. И, соответственно, что у нас сейчас изменилось. Про формирование отчетных документов, то есть справки о валютных операциях СВО и справки о подтверждающих документах СПД. И, соответственно, немного дополнительных сервисов, которые у нас связаны с валютным контролем, с банком. Ну, то есть дополнительные сервисы, которые могут быть вам полезны при работе с экспортно-импортными операциями, то есть СВЭД. Начнем мы немножко, так сказать, с экскурсии. Экскурсии юридической. То есть вот такой слайдик мне хотелось показать вам. То есть какие основные операции у нас подлежат валютному контролю. То есть в этом отношении у нас ничего не изменилось. У нас с валютному контролю подлежат все операции во валюте между резидентами и нерезидентами. Ну, соответственно, если у нас есть какие-то кредиты и займы, например, с учредителями, то есть между резидентом и нерезидентом. То есть вы видите вот здесь на такой схемке, кто у нас является резидентом и в каких случаях у нас происходит операция валютного контроля. На самом деле здесь практически ничего нового нету. Это достаточно уже устоявшийся, скажем так, блок и участников, и требований, которые предъявляются к валютным операциям. Но как практически каждый блок в ERP, мы с вами сегодня будем смотреть на примере ERP, практически каждый подблок в ERP претерпел изменения в течение, ну, во-первых, прошлого года, а во-вторых, этого года. И в результате, поскольку у нас с вами уже анонсирована налоговая реформа, то стоит некоторые позиции напомнить и посмотреть, что изменилось в хорошо привычных уже операциях, а что осталось без изменений. Немножко юридической информации. То есть есть у нас вот такая отправочка, что с 1 апреля, то есть вот совсем недавно, с 1 апреля 24 года Банк России обновил все правила осуществления валютного контроля по сделкам с иностранными контрагентами. Ничего, скажем так, принципиально нового в этом не приключилось, но есть определенные этапы, где более ужесточены требования. То есть правила распространяются на всех валютных резидентов, которые заключают валютные операции и сделки с иностранными компаниями, предметом которых является продажа, выполнение работ, услуг и передача им результатов интеллектуальной деятельности. То есть к валютным резидентам у нас законодательство относят все российские организации, которые находятся на территории Российской Федерации и имеющие за пределом Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения. И, естественно, граждане Российской Федерации тоже имеют статус валютного резидента, если они, например, проживают в РФ на основе вида на жительство иностранного гражданина. И, собственно говоря, лица без гражданства, которые тоже попадают под это определение. Регулируют у нас резиденты и нерезиденты их взаимоотношения закон. Обратите внимание на название закона и дату. То есть это у нас федеральный закон 173 ФЗ о валютном регулировании. И он датирован 2003 годом. То есть он на данный момент уже 20-летний. Для нашего, в общем-то, постоянно изменяющегося законодательства это уже достаточно древний документ. И, собственно говоря, все правила, которые касаются валютных операций, регулируют вывоз капитала за границу или, наоборот, подтверждение ввоз, подтверждение иностранными контрагентами каких-то действий, то есть, например, ввоза товара и так далее. Ну, надо сказать, что, например, некоторые документы валютного контроля, наоборот, стали мягче. Их, конечно, немного, но, в принципе, есть такие моменты. А вот с 1 апреля у нас изменились, во-первых, суммы, то есть лимиты в отношении договоров, которые надо или не надо ставить на учет в валютном контроле. То есть что такое учет в валютном контроле? То есть это регистрация контракта, регистрация документа в валютном отделе, в валютном контроле и, соответственно, выпуск паспорта по сделке. У нас были ситуации, когда не надо было ставить контракт на валютный учет. И это было в случае, если сумма контракта была ниже определенного значения, то есть мелкие контракты не ставились на учет. А после был достаточно длительный перерыв, потом установлена сумма, лимит, до которого они ставятся на учет валютные контракты, 600 тысяч рублей. И вот в апреле этого года у нас лимит изменен с 600 тысяч рублей до 1 миллиона. И, соответственно, теперь, если у нас сумма контракта меньше 1 миллиона рублей, то подтверждающие документы можно в банк не предоставлять. Что такое подтверждающие документы в нашем случае? То есть в случае валютного контроля это, во-первых, ГТД, то есть документы, подтверждающие пересечение границы. Естественно, это акты, если идут услуги, какие-то другие операции. Ну и, собственно, есть целый перечень документов с кодами, которыми они обозначены. И по этим кодам достаточно того, что мы сообщаем коды валютных операций в банк. То есть сами документы мы можем не предоставлять, потому что сейчас СТС, таможенная служба, эти документы автоматически передает банкам. Но раньше была еще такая история замечательная, что мы могли ставить на учет такой контракт. Например, у нас есть валютные счета в нескольких банках. И мы можем в нескольких банках, то есть там, где у нас есть валютные счета, поставить на учет какой-то конкретный контракт. Но все остальные документы и справки о подтверждающих операциях, ну то есть ввести учет по контракту, мы должны будем только в том банке, в котором открыт паспорт сделки. Сейчас это требование смягчено, то есть мы можем в любом банке, не привязаны к одному конкретному банку, можем в любом банке производить операции по контракту, но об этом мы поговорим немножко позже. Сейчас еще немножко, скажем так, нормативной информации. И это нормативная информация касается того, что у нас связано с документами, документами движения. То есть документы движения, это имеется в виду документы списания рублевых средств, например, то есть не только валюта, но может быть контракт в рублях с иностранными контрагентами, и в случае, если они не резиденты, то у нас, естественно, рубли будут являться для них валютой иностранного государства. И если наш контракт не превышает одного миллиона, то есть соответствует новым требованиям, то в этом случае мы предоставляем только расчетный документ. И больше не требуется каких-то других документов для подтверждения. То есть мы с вами вспоминаем о том, что валютный контракт ставится на учет, когда он достигает определенных лимитов. То есть когда у нас связано с импортными операциями, у нас импортные и кредитные операции имеют лимит 3 миллиона. А если связано с экспортным, то соответственно учету подлежат контракты свыше 10 миллионов и выше. В этом случае мы предоставляем в банк копию контракта и документы, которые подтвердают выполнение обязательств. То есть либо акты, либо ГТДшки. ГТДшки фактически сейчас мы только как информационную составляющую представляем. А раньше, естественно, до того, как был налажен обмен в таможне, мы предоставляли оригиналы документов, то есть таможенные декларации. Обязательно со штампиком выпуск разрешен. И для этого были достаточно жесткие сроки, которые зависели, во-первых, от условий контракта, то есть у нас предоплата или оплата по факту. И, соответственно, сумма контракта, которая подлежала контролю. И банк вставил на учет такой контракт и открывал паспорт сделки. Паспорт сделки – это документ, который имеет свой индивидуальный номер. И, естественно, по этому паспорту сделки ведется ведомость банковского контроля, по которой мы можем сверить наши данные, например, с банком. То есть все ли мы провели, ничего ли не забыли. И, собственно говоря, это основной документ касательно валютного контроля. И вот с 1 апреля у нас осуществились операции по оплате складов, в паёвах и так далее. И проведение таких операций возможно, если у нас соблюдаются два условия. Ну, то есть первая – эта операция осуществляется в рублях или валюте в пользу нерезидента на сумму не более. Эквивалентно 15 миллионов рублей по курсу на дату платежа. То есть здесь у нас идет привязка к рублевому эквиваленту. И совокупный объем операций резидента, совершаемых с 1 апреля 2024 года, в пользу дней резидента, не должен превышать 15 миллионов рублей. То есть и операция, и общий объем операции здесь лимитированы. Ну, то есть, как вы видите, у нас объемы увеличиваются, потому что в начале, так сказать, санкционного давления лимит был значительно меньше, даже был приостановлен одно время. В ERP у нас есть возможность работать с валютными средствами. И есть возможность не только в ERP, но и в некоторых других конфигурациях. Ну, это, например, управление холдингом. То есть в больших конфигурациях, которые предназначены, ну, во-первых, для крупных предприятий, а во-вторых, в общем-то, попытки, скажем так, автоматизировать валютный контроль есть вот в этих конфигурациях. Долгое время валютный контроль мы, в общем-то, вели в полуручном формате, потому что операции по валютному контролю не были автоматизированы. Ну, наверное, связано это было с тем, что у каждого банка были свои образцы документов, то есть унифицированные формы, как, например, счет фактуры или платежное поручение, у банков не было, и поэтому практически каждый банк в своем клиент банке имел собственные документы для формирования валютных документов, то есть справок о подтверждающих документах и так далее. Сейчас такая возможность появилась, как я уже сказала, это ERP, управление холдингом, но, тем не менее, все-таки по валютному контролю у нас еще не до конца автоматизированная система и основана она на том, что паспорта, например, сделки оформляет банк и не оформляет... В 1С он не оформляется, ну, то есть в любом случае ведомость банковского контроля мы тоже можем сформировать как отсчет, но для этого требуются определенные подготовительные мероприятия. И второй момент для того, чтобы активировать работу с валютным контролем, нам по-прежнему требуются дополнительные шаги по поводу того, что мы через раздел «НС и администрирование», поскольку мы с вами сегодня говорим про ERP, то я буду на это опираться, через раздел «НС и администрирование» мы с вами должны включить эту опцию. Сейчас мы на слайдике посмотрим и перейдем к демо-версии. То есть мы переходим с вами в раздел «НС и администрирование», затем мы с вами должны раздел «Казначейство» выбрать, «Казначейство и взаиморасчеты», и потом проставить вот в этом окошке красивую зеленую галочку, то есть «Чекбокс». Проставить «Чекбокс» на платежи в валюте и валютный контроль. Сейчас мы переключаемся с вами на демо-версию. Так, и вот теперь я хотела немножечко сказать про саму демо-версию. То есть поскольку сейчас именно в 2024 году много изменений, во-первых, регламентированных документов, во-вторых, практически каждый раздел, который здесь вы выйдете в меню, претерпел изменения. И, естественно, изменились и правила работы с какими-то документами конкретными, изменились лимиты, изменилась вообще сама система уплаты налогов, то есть у нас введен ЕНП. При подготовке каких-то отчетов, естественно, ну и не только, необходимо следить за актуальностью версии. Потому что, ну вот, допустим, январьская версия 2.5.15 у нас уже сменилась на 2.5.17, то есть уже 2 релиза, которые содержат, соответственно, и все изменения, и новые рекламентные формы. Поэтому нам нужно за этим следить. Посмотреть мы можем вот по этой пиктограммке. сведения о программе, вот такая вот пиктограммка и с точечкой. И здесь мы видим релиз платформы, которая у нас установлена. И вот тут мы видим сам релиз конфигурации. То есть, видите, 2.5.17, это последний практически конец апреля выпущена эта конфигурация. И если она у вас установлена, то вы уже спокойно себе знаете, что у вас основные регламентные документы соответствуют всем требованиям. И уже некоторые механизмы доработаны и, соответственно, под изменение законодательства сделаны. Так, вот так мы уйдем отсюда. И теперь мы с вами переходим в раздел инсы и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. И вот этот пункт, то есть настройка инсы и разделов, вот этот пункт у нас находится в разделе, который, ну, можно назвать грубыми настройками, то есть который отвечает за активацию тех или иных подразделов, функций, каких-то функциональных опций. Ну, то есть в нашем случае это вот такая настройка, которая активирует возможность работы с валютным контролем. Но обратите внимание, здесь есть вот такая подсказочка, то есть осуществление валютных платежей зачисления валюты через сервис 1С Директ Банк. То есть если вы работаете через этот сервис, то документы по валютному контролю вам доступны. Если вы не работаете с этим сервисом, то у вас немножко другие возможности. Но мы ставим с вами флажок, то есть да, мы работаем в валюте, и мы будем использовать валютный контроль. И, собственно говоря, после этого можем переходить на закладочку казначейства, раздела казначейства. Перед тем, как мы туда перейдем, хочется сказать несколько слов. То есть, допустим, в конфигурации ERP у нас один способ получения документов валютного контроля. Если мы будем говорить про ERP-холдинг, то у нас функциональность, в общем-то, та же, но будет немножко другая компоновка. И, соответственно, просто нужно учитывать, что это будет вырываться из других пунктов меню. Значит, теперь мы с вами переходим в раздел казначейства. И у нас с вами будет возможность посмотреть, соответственно, раздел банк. И документы, которые касаются валютного контроля, у нас находятся вот в этом месте. То есть, находятся в этом разделе. Здесь у нас есть ссылочка «Валютный контроль». И, соответственно, если мы переходим по этой гиперссылке, то мы попадаем в документы, которые создаются для валютного контроля. Кнопочка «Создать». Вот это у нас позволяет, во-первых, подготовить сразу справку о подтверждающих документах, ну или открыть помощник, если вы, например, не знаете, что нужно записывать в документах. То есть, основное, что нужно знать при формировании, это то, что коды валютных операций, это есть справочник, он есть во всех банках. И, в принципе, когда вы работаете с валютой, это уже становится на автомат. Но для формирования справки о подтверждающих документах, справки о валютных операциях, соответственно, нужно использовать эти коды. И после того, как мы заполнили, выбрали какие-то документы, мы можем нажать кнопку «Сформировать справки». И в этом случае у нас в автоматическом формате сформируются какие-то справки. Ну, в моем случае у меня вот такая справка сформировалась, то есть это подтверждающие документы о том, что у меня происходила вот такая операция подтверждения. И дальше я могу код вида документов выбрать. Видите, здесь зашит уже справочник классификатор. Ну и, собственно, заполнить недостающую информацию. Обратите внимание на справку, которая нам здесь доступна. Значит, здесь есть ссылка на диск ТС. И если вы являетесь подписчиками, то перейдя по этой ссылке, достаточно подробная информация, самая основная, она актуальна. То есть вы можете почитать более подробно. Значит, собственно говоря, работа с контрактом с валютным у нас строится таким образом. То есть мы заключаем контракт с иностранным каким-то, ну, допустим, либо поставщиком, либо покупателем, если это экспортная операция. И смотрим, ну, во-первых, на сумму контракта. Если по сумме мы понимаем, что нам не нужно регистрировать, заводить паспорт сделки на этот контракт, то все хорошо. Если нужно, то мы идем в валютный отдел и составляем паспорт сделки. Паспорт сделки содержит информацию об условиях контракта, ну, естественно, код валюты, условия контракта, то есть предоплата, оплата по факту, частично, например, предоплата или иные условия, про валюту обязательно, про валютную оговорку. Валютная оговорка – это если у нас предусмотрена, например, возможность оплаты в другой валюте, то есть получили мы в долларах, но можем, например, произвести конверсию и оплатить в другой сумме, в другом валютном эквиваленте. И, соответственно, после того, как у нас осуществляется платеж, например, если это авансовый платеж, то он больше поддержит контроль, больше вызывает интереса, то есть банк контролирует, чтобы не был вывоз капитала, и, соответственно, сроки предоставления документов будут другие. И в этом случае мы при выполнении обязательств нашими партнерами, то есть либо поставка товаров, либо оказание услуг, соответственно, либо ГТД предоставляем, либо акт выполненных работ. Ну, естественно, ГТД мы представляем уже копию, потому что сейчас в основном ГТДшки у нас в электронном формате оформляются, и оформляем справку о подтверждающих документах. Она зависит, естественно, от того, какой вид документа мы предоставили. И вот эта операция у нас, справка о подтверждающих документах, вот таким образом формируется. После того, как мы отправляем эти документы в банки, мы, в общем-то, можем спать спокойно. А если мы пропустили сроки, по которым мы можем эту операцию делать, то в этом случае нам грозят штрафные санкции и достаточно ощутимые, то есть от 40 до 50 тысяч за каждый документ, который мы нарушили по срокам предоставления. Сейчас мы с вами справки о подтверждающих документах закроем. То есть мы с вами смотрели помощник создания справок о подтверждающих документах. Либо, если вы чувствуете себя уверенно, то можно без помощника сразу сформировать этот документ. И хочу еще обратить ваше внимание, то есть работа самого блока безналичные платежи, это фактически блок, который позволяет, сейчас мы вот так вот сделаем, чуть-чуть подвинем, который позволяет обмениваться с банком и, соответственно, формирует файл выгрузки. И потом этот файлик мы передаем в программу клиент-банк, сам банк, и либо валютный контроль, либо в рублевый, то есть, соответственно, в тот отдел, с которым мы взаимодействуем. Ну и здесь у нас есть выгрузка и загрузка в банк, но кроме этого у нас есть очень интересный сервис. Я немножечко отвлекусь на этот сервис, чтобы нам потом не возвращаться. То есть к тому, что у нас загружаются выписки в автоматическом режиме, мы, в общем-то, уже привыкли. То есть, соответственно, загрузка выписок происходит автоматически, и мы здесь видим операции, которые производились по банку. Но есть вот такой вот отчетик, мы переходим в него по такой вот гиперссылке, сверка выписок банка, с банком. В этом случае сравнивается то, что мы провели, то, что мы в программе провели, и то, что пришло в файле, выгруженном из клиента банка. Особенно если большое количество операций, в этом можно делать ошибки, то есть просмотреть, что, например, непроведенная осталась какая-то строчка, и, соответственно, вот этот вот отчет дает нам возможность контролировать проведение текущих выписок. Ну, то есть, видите, если у меня начальный остаток минусовый, то, соответственно, где-то я, ну, очень сильно накосячила, потому что, естественно, отрицательных остатков в банке быть не может. И вот здесь у нас отражаются сведения, которые были в загруженном файлике, то есть мы сравниваем с вами загруженный файлик и отражение этого файлика в 1С, то есть все мы правильно провели или не все правильно провели. Здесь можно разную детализацию задать по дням, по счетам, по валютам, ну, то есть в зависимости от того, что нас интересует. Это, напомню, безналичные платежи, блок казначейства, то есть вот у нас раздел работы с банком и вот этот наш раздел, то есть рабочее место без наличных платежей. Из этого рабочего места мы можем выйти в документы валютного контроля. Фактически нам в валютном контроле доступны справки о подтверждающих документах. Обратите внимание, то есть, допустим, ни документы на покупку валюты, ни документы касательно паспорта сделок здесь у нас не присутствуют. То есть, естественно, это делается уже на, либо в документах клиент банка, ну, например, Сбербанк, Альфа-банк, допустим, такие наши самые распространенные, Альфа-банк, Промсвязь-банк, у них автоматизировано создаются сразу по вашей операции создаются документы валютного контроля. Но, к сожалению, это не со всеми банками, это в основном с ведущими нашими банками, которые вот связаны с определенным сегментом, скажем так. Теперь мы с вами снова возвращаемся к валютным нашим слайдикам. Вернулись мы с вами на то место, где у нас было, что мы активизируем дополнительную функцию. Если мы, допустим, это делаем в ERP, то у нас появляется дополнительно в разделе казначейства блок валютного контроля. Но при работе с ERP мы с вами уже посмотрели это рабочее место без наличных платежей. И там мы с вами посмотрели вот такие ссылку на валютный контроль и возможность создавать вот такие документы, справки о подтверждающих документах. А теперь еще один момент. То есть, когда мы с вами создаем справку о подтверждающих документах, ну, соответственно, мы выбираем организацию, выбираем банк и договор. То есть выбираем, собственно говоря, паспорт сделки, то есть в каком банке у нас открыт паспорт сделки, его реквизиты и на закладочке подтверждающие документы заполняем нужную нам информацию. то есть вот таким образом выглядит диалоговое окно для заполнения уже самой справки, если не это, например, надо сделать вручную. и теперь мы с вами еще немножко поговорим о теоретической, скажем так, составляющей, то есть при работе с валютными контрактами, с валютой, у нас есть очень интересный отчет в ERP, он называется отчет по контролю сроков репатриации и валюты, а в общем-то в обычной жизни этим занимается естественно валютный контроль, и что это такое, то есть на самом деле за этим нужно следить, делает это самостоятельно само предприятие, то есть импортер или экспортер самостоятельно следит за этими сроками, но давайте разберемся, что это такое, то есть у нас контроль сроков, это значит период, срок репатриации, который зависит от даты экспорта и даты, например, поступления валюты, то есть через сколько от экспорта поступает валюта, или если это у нас импорт, то дата платежа и дата возврата неиспользованного аванса, то есть, как вы знаете, при платеже аванса мы должны следить, что если в течение определенного срока нам не поставлен товар или не оказана услуга, то значит, соответственно, деньги должны быть возвращены, иначе мы попадаем под штрафные санкции, то есть не стоит вопрос, что мы не предоставили документы, а стоит вопрос, что нарушены условия договора, и товарные ценности или услуги, ну, соответственно, не оказаны. И мы должны следить за этим контролем, и, собственно говоря, от этого зависит дата подачи, ну, и справки о валютных операциях, и справки о подтверждающих документах, и немножко истории, то есть название отчета контроль сроков репатриации, и что такое в этом случае репатриация, то есть происходит от латинского слова репатриэйт, то есть возвращение на родину. Соответственно, мы возвращаем деньги на родину. Статья 19 репатриация резидентам иностранной валюты и валюты Российской Федерации у нас регулируется законом о валютном контроле, и в этом случае мы, как резиденты, обязаны обеспечить. В случае, если у нас операция импорта была, то, соответственно, мы должны вернуть на родину деньги, которые заплатили не резиденту за товары, которые он не поставил или за услуги, которые он не оказал. В случае, если у нас были договора займов, в этом случае, естественно, стоит вопрос о возврате займов или, если возврата невозможно осуществить, то об изменении существенных условий, которые влияют на увеличение или на уменьшение задолженности. И, соответственно, сроки контракта, то есть, либо продлить контракт, либо предпринять другие действия, в этом случае стоит вопрос о контроле сроков самого контракта. Это, соответственно, тоже попадает под требования закона 173-го о валютном регулировании. И, в общем-то, именно требования о контроле сроков достаточно осложняют жизнь, потому что, если у вас большое количество контрактов, ну, если один контракт, то понятно, что вы будете его нежно беречь и контролировать. а если контрактов много и они все активно работающие, то именно соблюдение сроков контракта бывает проблематичным. и, собственно, основной документ, который позволяет контролировать сроки и условия возвратов, то есть, именно репатриацию денежных средств, это документ ведомость банковского контроля. Ведут ее банки, обычно предприятие не ведет самостоятельно и по каждому паспорту сделки ведется своя ведомость банковского контроля и, соответственно, обычно задачу бухгалтера, который занимается валютными операциями, например, входит сверка с банком по поводу того, что учтены и не учтены все необходимые справки о подтверждающих документах и так далее. Особенно, если это были контракты, которые заключены давно, то есть, контракты длительного действия, поскольку часто контракты заключаются не на конкретную сумму, а на предполагаемую сумму, на предполагаемый объем поставок и в последующем изменяются и суммы контракта, и сроки исполнения обязательств, то, естественно, в этом случае банк запрашивает у организации, соответственно, документы, которые касаются условия контракта, и ведомость банковского контроля вносится изменение. само по себе у нас операция справки о подтверждающих документах или справки другие достаточно несложные, то есть, у нас в СВО, это не та аббревиатура, которая сейчас часто у нас звучит по телевизору, это справки о валютных операциях, ну, во-первых, указывается код вида операции, то есть, покупка, перечисление, например, постфактум, авансовый платеж и так далее, УНК, то есть, если банк поставил контракт на учет и принял на обслуживание, и, собственно говоря, информация об ожидаемых сроках репатриации, то есть, возврата валюты или валюты РФ в этом случае, в том случае, когда российские рубли выступают как иностранная валюта. И вы видите на экране случаи, когда мы должны представить справку о валютных операциях, ну, практически справки о валютных операциях, если быть более точным, то мы не можем, например, осуществить платеж или другие операции, если мы не предоставляем справку о валютных операциях, то банк там сразу уже начнет бить тревогу, что, извините, ваше платежное поручение, например, не будет проведено, вы не предоставили справку о валютных операциях. То есть, вот, соответственно, информация, которая должна быть указана в справке, ну, заполняется она в принципе, практически все банки просят одну и ту же информацию, но немножко в разном формате, то есть, различаются только итоговые, скажем, бланки. И нужно учитывать еще то, что эти бланки имеют, ну, фактически, они есть в системе клиент-банк, то есть, не надо изобретать велосипед, достаточно заполнить информацию в клиент-банке и отправить ее, скажем так, в адресату, но в банковских операциях, например, та же ERP, естественно, эти документы уже отсутствуют, то есть, будет присутствовать справка о валютных операциях в том формате, в котором она существует в 1С, не в банковском формате. и сроки предоставления, то есть, сроки, здесь вы видите наиболее распространенные случаи, в противном случае, если у вас какой-то редкий контракт, вам нужно инструкцию 181 смотреть, но в среднем зачисление иностранной валюты на транзитный счет происходит в течение 15 дней после даты зачисления, ну, то есть, вот вы видите в данной табличке сроки, в течение которых происходит валютная операция, сроки в среднем 15 рабочих дней после даты или 30 рабочих дней, если касательно операций по расчету за рубежом. это справки о валютных операциях, например, когда у нас идет зачисление импортной выручки и какие-то другие аналогичные платежи. И еще у нас есть, так сказать, СПД операция, документ, то есть, это справка о подтверждающих документах. Это тоже документ валютного контроля, по которому у нас контракт поставлен на учет, то есть, мы его зарегистрировали и у нас открыт паспорт сделки. И, собственно говоря, это документ, который фиксирует переход права собственности и пересечения границы. То есть, это либо ГТД, либо акт выполненных работ в случае это если какие-то услуги. Ну, если это какие-то кредиты и обязательства, то, соответственно, это будет другой документ. В этом случае мы сейчас ГТД не предоставляем, они поступают в банк от таможенной службы, но некоторые банки, скажем так, ну, наверное, больше по старой памяти, требуют предоставления копии ГТДшки для валютного контроля для паспорта сделки. Собственно говоря, справка о подтверждающих документах составляется в двух случаях. То есть, когда у нас отсрочка по экспортному контракту, контракту, то есть, когда денежки приходят за поставленный товар позже, чем товар пересекает границу, то есть, импортная выручка нам приходит с каким-то опозданием. И если у нас был аванс по импорту, то есть, деньги ушли не обеспеченные товаром на какой-то конкретный момент, то соответственно у нас контролируется, чтобы это не было вывозом капитала, контролируется срок поступления товаров по этому контракту. Сейчас мы с вами переключимся еще раз на наши данные, на нашу демо-базу. и еще такой момент посмотрим. То есть, у нас в разделе в ЕРП, в разделе казначейства есть с вами ну, естественно, часто составляемые документы, то есть, платежный календарь и так далее. И есть документы, которые мы составляем в случаях, если имеем дело с кредитными организациями. То есть, это у нас отдельный вид договоров. Обратите внимание, договора у нас присутствуют и в разделе продажи, договора с клиентами, и клиенты. На самом деле, клиенты и поставщики это один и тот же справочник, контрагенты, только, соответственно, проставлен признак продажа или закупка. И договора, то есть, это справочник договоров, которые соответствуют нашим взаимоотношениям с клиентами. А есть, то есть, и в разделе продажи, и в разделе закупки, это одни и те же справочники, то есть, контрагенты и договора с контрагентами. А вот в разделе казначейства у нас с вами есть договора кредитов и депозитов. Это другие, другой вид договоров, не те, которые используются в разделах продажи, разделах закупки. Мы с вами сейчас посмотрим. Ну, вот, например, договор займа. Ну, рабочее наименование, это понятно. сейчас мы вот так вот сделаем разрешить редактирование. То есть, когда у меня создан уже договор, и я по нему работаю, у меня закрыт для редактирования, естественно, закрыт и сам договор, условия, и все. Но если мне надо, я, например, нашла какую-то ошибку, я могу открыть по кнопочке еще и выбрать разрешить редактирование реквизитов, как я только что сделала. И в этом случае мне станет доступным редактирование, и я могу, вот я хотела вам показать тип договора. То есть, у меня получается тип договора внешний займ и внутренний займ, и характер договора. Характер договора у меня будет доступен мне кредит или займ полученный, депозит и займ выгодный. То есть, абсолютно другие данные, характер договора, чем у нас использовались в разделе продажи и закупки. Ну, естественно, раздел расчета мы заполняем в соответствии с данными. скажем так, в соответствии с вашими реалиями бизнеса и так далее. Но это нужно учитывать, что это другой вид договора. Вот так мы сделаем с вами. И другой, собственно говоря, функционал. Теперь еще один момент. Мне хотелось как бы вам привлечь ваше внимание к нему. У нас с вами при работе с блоком регламентированного учета, блок 1С отчетность, то есть, это, во-первых, название блока, он у нас присутствует в разных подразделах и в зарплате и кадры, и в кадрах, и в зарплате, то есть, например, вот у нас зарплата есть блок 1С отчетность, вот он, и в кадрах точно так же у нас есть такой же блок 1С отчетности, но регламентированном учете у нас это не только блок, название блока, но и название сервиса. И если мы переходим в раздел регламентированные отчеты, то есть, в общий журнал документов, таким образом, например, то программка сейчас себя похвалит и скажет, какая она умница, и, то есть, что такое сервис 1С отчетность, это на самом деле, если в двух словах, то это возможность работать напрямую с сайтами фискальных органов, ну, конкретно налоговых органов социального фонда России, ну, вы сами видите, здесь есть перечень, и более подробно можно почитать вот по этой гиперссылке, ну, и, соответственно, подключиться. В предыдущих релизах был немножко другой интерфейс этой рекламки, но вот сейчас с этого релиза 17-го он стал вот таким образом выглядеть. Ну, во-первых, напрямую подключение к сайтам фискальных органов экономит время на передаче, то есть, если разговор идет об отчетности в ФСР, например, по кадровым мероприятиям, то у нас срок предоставления таких отчетов на следующий день, соответственно, в этом случае как бы время на пересылку между третьим лицом, то есть, между оператором ТКС, неважно, это сбит или астрал или контур, все-таки влияет на скорость обмена. А, во-вторых, это, собственно говоря, возможность использовать другой сервис. другой сервис, как мы с вами говорили уже, при работе с валютным контролем у нас сервис 1С Директ Банк, в общем-то, используется, а при работе с 1С отчетностью с сервисом нам становится доступным вот такой сервис, сейчас мы его посмотрим, личный кабинет ЕНС, то есть, единого налогового счета. Личный кабинет у нас сделан и для юрлиц, и для физических лиц, то есть, для эпистов, но на данный момент, значит, для того, чтобы его активировать, нам необходима возможность, сейчас я выберу организацию, вот так, например, вот, нам необходима возможность подключения этого сервиса, то есть, 1С отчетность, то есть, у нас личный кабинет, в этом случае, доступен только при подключенном сервисе 1С отчетность, подключиться, на самом деле, очень несложно, если я вот по этой ссылке перейду, мне сейчас будет открыто, диалоговое окно будет открыто, в котором мне надо просто заполнить данные, но заполнить данные тоже только в том случае, если я при первичной настройке халтурила и перескакивала через два поля на третий, то есть, не заполняла данных про свое предприятие, про своих ответственных лиц. Сейчас, к сожалению, пока оно устанавливается, успеешь состариться, то есть, на самом деле, данные эти надо будет ввести и заполнить, вот, заполнить недостающие, то есть, видите, регистрационный номер программы, ГРН, естественно, это сведения, которые вносятся при первоначальном заполнении, но сведения о владельце, это я вводила ответственное лицо, не заполнив его паспорт, ну, то есть, это конкретно косяки, которые были допущены при первоначальных настройках, ну, и, соответственно, если заполняется ЭДО, то есть, электронный документ, оборот, то тоже, я заполняю все сведения, поставить заявление, и дальше все практически происходит очень хорошо и очень радостно. Так, нет, мы не будем сохранять изменения, ну, то есть, вот, сервис 1С отчетность на самом деле у нас позволяет, если мы переходим на рекламку, то сервис 1С отчетность у нас доступен из, скажем, подписчиков ИТС проф, нам доступно одно юрлицо, остальные юрлицы, если у вас, например, 5 или 10 юридических лиц или ипистов, то вы будете уже за денежку подключать за отдельную, для подписчиков ИТС Техно соответственно все подключения будут за денежку. и, в общем-то, денежка не очень большая, в пределах 4800 рублей на год, и если мы помесячно посчитаем, то вообще дружественная сумма, ну, естественно, если у вас много юридических лиц, то тут уже будет вопрос другой, но, тем не менее, сервис удобный, интересный, и достаточно быстро позволяет сориентироваться, работать с документами по ИНП, ну, в общем, интересный со всех сторон. К сожалению, наше время уже закончилось, поэтому мы возвращаемся с вами к слайдикам, и я хочу вернуться к начальному этапу, к нашему титульному листу, еще раз напомнить вам наши контакты, то есть телефон, электронная почта, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Компания Кодерлен благодарит вас за время, которое вы нам уделили. Надеемся, на совместное дальнейшее сотрудничество, на то, что вы, в общем-то, будете удовлетворены нашей работой, и надеемся на обратную связь, присылайте ваши вопросы на почту, по телефону, то есть любым удобным для вас способом. Мы сможем по вашим заявкам подкорректировать план наших вебинаров, и если у вас будут вопросы, уже предметно и касательно конкретной вашей ситуации вам ответить. В общем, мы будем рады оказаться вам полезными в любом формате. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok